Дорогие, ку-ку! Приготовим битый картофель? Дорогие, на канале уже огромное количество различных рецептов основного блюда. На канале есть рецепт, как, например, приготовить рост пив, как приготовить рыбку в пергаменте, как, например, запечь целиком курочку. Внизу в описании я, кстати, уже указала все ссылки на эти ролики, там вся информация. И когда вы пойдете вниз, туда, оставьте мне комментарий, поставьте лайк ролику. Два лайка, три лайка, короче, ставим лайки. Но мало гарниров, говорите вы мне, прям пишите мне внизу в комментариях, сырок, ну вот с чем мне подавать рост пив? И тут вашему вниманию представляю картофан, картошечка. Но кто не любит картошку? Не знаю, как вы, я ее обожаю. Картошечку можно пожарить, картошечку можно отварить, а еще картошку можно избить. И у нас сегодня будет именно он, битый картофель. Погнали. Берем противень. Пергамент. Изящно отрезаем. Картофан. Маленький, аккуратненький, приготовленный на пару картофан. Кидайте в пароварку и делайте 15-20-30 минут в зависимости от размера, чтобы вилочка с сопротивлением, но все-таки прокалывала нашу картошку. Выкладываем на пергамент. Как это называется? Кто-нибудь, как это называется? Мухобойка. Берем лопатку и дубасим, квасим, колбасим, бьем, раздавливаем наш картофан. Вот. Теперь мы берем какое-нибудь масло, которое устойчиво к нагреванию. Можете взять, например, кунжутное масло или, например, топленое сливочное масло. Другими словами его называют ги. Я возьму сегодня оливковое для готовки. В модных фильмах и всяких кулинарных шоу они обычно берут, так прикрывают и вот так вот поливают. Несколько. Вот так вот поливают. На мой взгляд, тогда как-то очень много масла плавает в противне. Да и нифига не попадет на нашу картошку. Поэтому я налипаю масло вот сюда, беру кисточку и творчески ее намазываю щедро. Сейчас надо украсить, украсить наш картофан. Соль, перец. Погнали. Вы, конечно, можете еще чесночком все сдобрить. Но мой оператор, вот этот, Иван, он не ест чеснок, а кому-то это надо все есть. Поэтому я не буду его сегодня добавлять. Или, например, порошок из чеснока, порошок из лука. Но у меня сегодня супер-супер душистый эвзмарин. Опять же, если у вас нет свежего, возьмите прямо в пакетике такой сухой. Вставляем. И, конечно же, тимьян. Или, по-нашему, чебрец. Смотрите, какая это красота пахнет. Это уже бесподобно. Отправляем это дело в духовку на 35-45 минут. В зависимости от того, как вы избили ваш картофан. Картофель будет готов через 5 минут. Давайте сделаем наш соус. Конечно же, как основу я буду использовать свой домашний йогурт. Вот здесь, вот где-то вот тут, вот в этой зоне есть ссылка. Кликните, попадете на ролик, как дома сделать йогурт. Итак, берем йогурт. И что же в него добавить? Хочется какой-то свежести. Конечно же, укроп. Потому что картошечка с укропом – это просто гениальное сочетание. И добавим немножко цедры и сока лимона в наш потрясающий соус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слышите этот омерзительный звук? Картошка готова. Посмотрите на него. Корректор А.Кулакова Есть надо и вот эту травку тоже. А у него еще немного горячая. Берете и делаете его вот так. Это надо есть вот так, со сметанкой, с его вот там, с красной крой, соленой рыбкой. То есть, если вы не умеете засаливать рыбку, вот ролик, как это делать правильно. С салом. Это будет так вкусно! Лайки, подписки, комментарии Уходите, я буду есть